как все-таки красив этот снег и сейчас вроде бы не так холодно снег мягкий словно перина и принес этот снег нам в подарок щедрой душенькой своей циклон иоанну это так мне написали в комментариях когда я сказал циклон иванушка иоаннушка циклон а вот иван вольский помощник одного из сенаторов совета федерации российской федерации сейчас вам скажу сенатора митина устроила дебош и мордобойчик на миллионной улице санкт-петербурге а когда приехали правоохранительные органы он начал заявлять о своих связях с владимиром владимировичем между тем дорогие друзья центральный банк российской федерации повысил базисную ставку сразу там на сколько-то там у них сто пунктов ну то есть на один процент с 15 до 16 и хочу вам сказать полугода не прошло и базисная ставка выросла более чем на десять процентов это на самом деле все очень серьезно вчера когда на кривой линии задавали вопрос простить на прямой линии задавали вопрос про яйца было сказано что спрос на яйца вырос а производству яиц не выросло вот собственно в этом все и дело но так вот по простому нам на детском уровне на уровне инфантилизма такого нам было рассказано почему яиц стало меньше яйца подорожали причем это все конечно хорошо соотносится с карлом марксом но с реальностью не очень это соотносится отсутствие дешевой еды которую россияне могут потреблять и может стать той кощеевой иглой которая если вы помните была спрятана в яйце здравствуйте друзья с вами снова я захарыч блаженный подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии описание подскажет как поддержать мой труд и хочу вам сказать знаете я помню крушение советского союза но тогда после крушения ссср мы стали наследниками пусть это там во многом империя с элементами зла была и все такое но наследие было большое а самое большое наследие это были люди люди которые имели лучшее на свете образование действительно так потому что силиконовую долину создавали в большем числе выходцы из советского союза очень мозговитые талантливые люди в большинстве своем а сейчас сейчас мы дорогие друзья стоим у нас нет этих ножек буша но у нас будут турецкие яйца и народ у нас уже не тот этот-то народ имел свои изъяны а сейчас чего уж тут говорить если жительница екатеринбурга мать выбросила новорожденного сына в снег ребенка к счастью спасли мать ребенка которая приехала в екатеринбург из челябинской области она страдает алкоголизмом нет я ее не осуждаю я никого не осуждаю я просто в ужасе от происходящего потому что на самом деле вот они мы такие мы и есть и это надо осознавать совершенно трезво вот сейчас федеральная антимонопольная служба возбуждает дела против нескольких производителей куриных яиц может быть дело все таки не так как путин сказала дело не в спросе как может расти спрос на еду в вымирающей стране а может быть дело в чем-то еще и вот сейчас силовыми методами пытаются решать проблему с яйцами и знаете мерзкая мерзкая история вот как пишет телеграм-канал мэш аллу борисовну пугачеву при въезде в россию через псковскую таможню час интервьюировали интервьюировали это значит допрашивали то есть целый час какие-то деятели с зелеными погонами стояли и допрашивали аллу борисовну пугачеву певицу шоумена шоу-вумен которая никому ничего плохого не сделала и это на самом деле демонстрация всей той гнуси которая где-то на дне болтыхалась а теперь сосуд взяли встряхнули это гнуси снова плавает на виду и по верху это сродни тому что берут и запрещают книги быкова запрещают книги акунина до на любителя оба персонажа на любителя все такое но запрет книг равно как и сожжение книг это очень поганый и тревожный симптом дорогие друзья что ж подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и поддержите мою деятельность друзья желаю вам хорошего вечера хорошего настроения все что происходит сейчас это яркая демонстрация того что апологеты нынешней элиты и сами до конца не понимают что они выседают во главе на некой странной конструкции некоего голема которого слепили но только в отличие от того изначального голема вместо глины использовали человеческие нечистоты в перемешку с кровью и трупным ядом и так или иначе но этот жуткий голем рухнет и что останется после него не многочисленные матери которые выбрасывают своих детей в снег в сугробы потому что так научили потому что такими нас сделали знаете напоследок скажу есть целая наука о психологии жертвы различные симптомы синдромы это сплетение симптомов этимология то есть причинно-следственная связь возникновение такого состояния как стал жертвой так вот хочу сказать что у нас все мы и вся цивилизация погружена в это состояние жертвы и уже очень очень давно а когда очередное поколение забывает про то что мы жертвы они напоминают кровавой поркой как какими-то очередными военными действиями или просто безбашенным расстрелом как это было с верховным советом и простыми людьми в 93 году мы жертвы и похоже не просто ограбление но сопряженного с изнасилованиями и массовыми убийствами